Дмитрий Александрович, большие средства нужны уже прямо сейчас, чтобы их успеть освоить, достроить и сдать по КТБ в сентябре. Но их же нет. Дальше. В Совалмаш поступают ежемесячно относительно небольшие суммы. Кредит также не дают. Тогда каким образом мы сможем достроить и сдать по КТБ в сентябре? Я совершенно не понимаю. Есть все это. Есть положения о экономических зонах, о расторжении контрактов, о сносе. Это все предусмотрено. Некоторые иногда говорят переборщить. А что значит переборщить? Есть больше? Переборщили. Это что? Много борща. Некоторые чиновники, они любят так с лихвой притянуть. Представьте, допустим, компания строила-строила и в силу каких-то обстоятельств не справилась. Совсем не справилась и погибла. Ну, снесут. Да, это законом предусмотрено, потому что, чтобы освободить площадку для другого проекта. Мы с вами ехали, стоят, сносики, сносики, да, которые надо бы снести, да? Хорошее здание, в принципе, но недоделанное. И вы посмотреть и в дело пусти, да? Может быть. А может и нет. Вот те можно сносить, да? А вот этот проект, когда тут завершен, да, подойдем к этому моменту, будем решать. Вот поймите, приходится решать очень много вопросов, которые я не озвучиваю. Ни решения, ни какие-то вопросы, да? Но они возникают ежедневно. Ну, не каждый день, конечно, но регулярно. И ни у кого сомнения нет насчет того, что вот решались они, да, потому что вы на экране видите, да и в роликах видите, что происходит. И благодаря, и вопреки, и что только не происходит, но все это строится, все это делается. Я даже не буду говорить сейчас о том, что можно, чего нельзя, там, ну, в силу ряда обстоятельств, да? Вот, но мы делаем по максимуму все, что возможно. Как там будут решаться эти вопросы? Сентябрь покажет. Но нам надо в июне запустить уже участок по производству двигателей. То оборудование, которое стоит там, на том участке. Я думаю, что с той недели мы начнем его уже распаковывать. Ну, ставить практически в штатные места. Не все, конечно, потому что там где-то еще коммуникации должны быть доделаны, еще, 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 еще. Будем делать. Будем делать. Будем отлаживать и продолжаем отлаживать. И сегодня здесь вот сейчас, сейчас вещи, имущество эвакуируется, да, там разбирается, там упаковывается, перевозится туда. Идет работа и будет идти. Будет идти. Подойдем к сентябрю. Потому что, ну, поверьте, есть много чего как. И мы не в вакууме работаем. И самое главное, ведь там тоже люди, да, не все с пули в голове. Адекватные, здравомыслящие, профессионалы. Все по нему. Все по нему. Ну, и играть, как говорится, гранатами с выдернутой чековой, я бы никому не рекомендовал. Потому что даже и дратовать такое количество людей, вот в этой ситуации политической, сейчас, я бы тоже никому не рекомендовал. Поэтому поймите, многие там говорят, а, ты прав, там, не прав, все что угодно. Но, я уже сказал, государство – это граждане. А граждане поддержали проект, инвестируют в него. Я не думаю, что кто-то захочет получить потом от такого количества граждан претензии, на которые не только придется отвечать, но за которые еще и погоны полетят. Оно им надо. Оно им надо. Поэтому каждый инвестор, он гарантированно защищает проект. Потому что такое количество людей обманывать нельзя. И не стоит. Да, было ММ. ММ в свое время сделали прививку от инвестирования в Россию. Ну, мы потихоньку будем лечить наше общество от всех этих вещей. И у нас нет никакого другого варианта, кроме как одного, сделать этот проект успешным. Просто мы не имеем ни на что другого никакого права. Субтитры создавал DimaTorzok